На Соборной площади в Омске по традиции в Рождество состоялся самый яркий и душевный забег сезона. В январском полумарафоне приняли участие 910 человек, причем большинство на основной и самой длинной дистанции в 21 километр. Из одного створа стартовали спортсмены и на более короткие отрезки 7 и 3,5 километра. Многие в тематических костюмах, ведь по итогам старта организаторы наградят лучших. Уже шестой раз бежим, бежали в минус 35, сегодня вообще тепло, минус 5, наверное. А миньоны, ну просто нравятся, они яркие. Не прошло и 13 минут, как финишной ленты коснулся чемпион на дистанции в 3,5 километра Валерий Генинг. Шибко не подготавливался именно к этому старту. Область была дня три назад. Там посмотрел, по 3,25 пробежал, думаю, здесь тоже так же хватит. Несмотря на снег, на погоду, ну так и произошло в принципе. Второе место, и тут не обошлось без рождественских сюрпризов, занял 7-летний бегун Егор Лебедев, который преодолел 3,5 тысячи метров вместе с папой. Дистанция в 7 километров предполагала два круга через весь исторический центр Омска. Вдоль облправительства, по Иртышской набережной, затем по Спартаковской и обратно на Соборную. Победителями среди мужчин и женщин стали амичи. Георгий Чернов и Юлия Рычкова. Они уложились прохождением дистанции по заснеженной трассе в полчаса. Отличная погода. То есть и вчера морозец стоял, не ожидали, что так потеплеет. Прекрасная трасса, замечательные эмоции, дополняющиеся энергией, позитивом. В общем, все отлично. Я рада, что победила. Шести секунд до рекорда, установленного шесть лет назад, не хватило башкортостанскому бегуну Сергею Петрову. Он забежал в финишный створ с результатом 1 час 8 минут и 16 секунд. Не знаю, кроссовки устали. Чуть не успел. Я думал, что рекорд сейчас 8.32. Оказалось быстрее. Видимо, не так информировали меня. Не знаю, ничего страшного. Я доволен, в принципе. Спустя 14 минут прибежала и чемпионка Наталья Тарасова из Новосибирска, которая уже выигрывала весенний полумарафон в Омске. Второе и третье места заняли Марина Ковалева и Асель Сагнаева. Также финишировала впервые на трассе рождественского полумарафона серебряный призер Олимпиады Яна Романова. Сегодня прекрасная погода. Огромное количество участников. Почти тысяча человек. 500 человек почти бегут основную дистанцию. Это тоже очень большое достижение. Наверное, вот это будет какое-то действительно достижение. Большое количество людей из спортсменов из дальнего зарубежья. Иностранцы уже давно полюбили рождественский полумарафон. Германия, Швейцария, Румыния, любимые омскими болельщиками Ирландия, присоединились к движению. Отметим, что Скотт Крайтон также влюбился в Сибири и Омск. Как нравится погода и как за каким-то результатом стремились. Для себя и для удовольствия. Ты не enjoying the weather today and did you aim for any particular result? Are you happy with that? The weather today is warmer than last year. But down near the river, very strong winds, very hard in the kiln and they blow me back. But every year I get faster, so it's only a good thing. And every year I get faster, every year I will always come back. В этом году намного теплее, чем в прошлом. В прошлом было минут 27. Но в этом году очень сильный ветер на набережной. Он буквально поднимал мой килт, мою юбку. И каждый год я улучшаю свой результат, поэтому буду приезжать снова. Рождественский полумарафон 2017 пробежали спортсмены и любители из десятков российских регионов и 16 зарубежных стран. Данный старт открыл новый беговой сезон. А впереди серия забегов. Весенний полумарафон, цветочный забег и, конечно же, сибирский международный марафон, который состоится 5 августа в День города.